Мир Иван Иван Тихонович С Миром Вы меня видите? Ну я вижу тебя Я не помешаю в разговоре Ничего, ничего Ну, что-то шум такое Как будто машина какая-либо Давай, говори, что у тебя? Да я просто это Хотел несколько вопросов задать Давай, давай Не трать время Быстро, четко, ясно Вы писали Записали разговор с Александром Менем Да Это уже прошло 31 год С тех пор Да Вы задавали мне вопросы На которые и сейчас Вы эти вопросы поднимаете Да Это то есть за 31 год Ничего не изменилось В нашей жизни В церкви В обществе То есть одни и те же вопросы Я посмотрел О клятве О писании Священном писании О крещении О оглашении О ходе в церковь Что нет проповеди Невозрожденные пастыри Клятва Борода И так далее Неужели за 31 год Ничего не изменилось? Изменилось, конечно Как не изменилось? Но ты видишь, что где-то изменилось А здесь не с места То есть не с места в церкви Да, получается? Я ему задал Вопросы Которые в то время Стояли в повестке дня А они так и остались Нерешенными И что нам будет Хоть тысячу лет Если они ничего Не хотят делать Ну То есть Вы 31 год Задаете одни и те же вопросы И поднимаете Одни и те же темы Ну Это так и пишет он Тепляков Тут Председатель журналиста Полтавецкого края Лапкин не может Их сдвинуть Как учитель Который учит учеников И не могут запомнить Дважды два Сколько Как ему могут Переходить к высшей математике? Понятно То есть Надежда есть В будущем Что что-нибудь сдвинется? Ну надежда Не послежает Апостол Павел говорит Только Бог знает Что бывает Совершенно внезапно Гора треснула Раздвинулась И Варвара вошла в нее Кто бы это знал Так и здесь Из камней Бог может Детей Аврааму сотворить Мы молимся Постоянно Но я вижу Как новое поколение Священников приходит Это как будто Оголтелые волчата Какие-то Волки лютые Если 2000 лет назад Павел говорит Из вас восстанут То речь шла не о его Только времени Но видимо и дальше Ну вот Лгод Беспросветно Беспробудно Бестолковые Как будто Вот набрали Одних бездавий Бесталантных Ничего не могут Только одно Хватает и хватает Пока не подавятся То пристрелили То еще что-нибудь Как будто Самых негодных Кто-то тщательно Отбирает туда Я вот сколько Встречаюсь с ними Бывает Ну редко-редко Настоящий батюшка Ревнует Но он еще не может Сделать Он не может Он зажатый Самой системой Система это Страшная вещь Он бы хотел Проводить Богослужение На русском языке Не тут-то было Его архиерея Сразу задавит Он хочет построить Купель сразу Учить Хатехизацию А ему Отпевай подряд Всех мертвецов Сегодня мы приняли Это решение Как хоть одного Ты еще покрестишь Вот Без погружения Будешь запрещен Навсегда Со снятием сана А которые были Мощеные Всех перекрестить Они не крещеные Уже сдвинулась бы Сдвинулась Ну да А то никакой Дисциплины-то нет То есть получается так Что пока Не будет Обвергнутая ложь До тех пор Ничего не сдвинется Ну а если Страха-то Божия нету Ну допустим Представим Что сегодня Ревностный Патриарх был Не куминист Не сергианец Но настоящий И что он может сделать Ведь это надо Под самый корень Все вытряхать А они не рожденные Свыше Они мертвые Они не понимают О чем говоришь даже Я ему привожу Местоописание Это совершенно Другой уровень Мы все время Занимаемся Библией Вот я 51 год Из рук не выпускаю Ежедневно Я когда с ними говорю Я удивляюсь А потом Размышляю А что удивляться Он ни разу Ее не прочитал Библию Это не то что У нас разный уровень Мы абсолютно Не понимаем Друг друга Я ему Библию Показывал Он не понимает Что это я привожу Из святой Библии Сейчас им уже не по вкусу Придется Сейчас они новые Дальше Евгения Родионова Отменить Всякие канонизации Но можно было это сделать Апостол Павел Об этом говорит В послании к Каринфам Не судите никак Прежде времени Доколе не придет Господь Который осветит Сокрытая во мраке Тогда каждому Хвала от Бога Ну суда-то Божьего Еще не было И вот они сидят Там самые негодные Какие-то люди Архиереи Там в клубчках Эти дедушки И они решают Ну ну как ты думаешь Что на небе То вы видели Или вам откровение было Нет Да по прихоти человеческой Посмотрите Кого канонизируют католики Посмотри Самых ярых гонителей Православных Православные Отплевываются от этого А католики от нас То же самое И вот Что ни дурнее То умнее С мощами замучились просто Даже говорит страшно Трупопоклонники Призренные Я понял На Афоне Там черепа лежат Мортири На каждом черепе Написывают Обмывают В красном вине И вот черепа На полках На полках Ну что это Археологический музей Какой Для чего им это надо И вот они любят Мерфисон Больше чем живых Забились там Людей-то рядом нет Но они черепами Тешатся и все Войди к людям Куда Господь-то послал Все Господь послал В сумку им дал Черепа человеческие Кости какие-то Вот смотришь на это Ну сброд каких-то Совершенно недоумков Психически ненормальные люди Идите к живым людям Идите и проповедуйте Люди духовно мертвы Возвестите Живой путь Евангелия Им нужен Христос Они не понимают Даже когда говоришь А что надо Служба прошла Служба Никакой службы Господь не оставлял Ты по Библии-то Смерься Ты найди где-то В Библии Даже названия Какие у нас есть Они Все не евангельские Здесь отверху до низу Нужна реформа Очень простая Что измельту Возьми Евангелие И смотри по нему Если глаза закрыты Вызвали каких-нибудь Противников Противники нам Лучше покажут Чем наши Мне сегодня Я когда шел сюда Из дома Мне встретились Три человека Три парня Я их хорошо знаю Немного Завтра разговор Один Он Совсем в язычество Пал Но не буду говорить Об этом Суть вопроса в том Что Этот молодой человек Задал мне вопрос Такой А что говорит Важнее всего Важнее детей Родителей Мужей, жены Вот в этом Постоянии В этом мире Вот сейчас Что важнее Ну я ему ответил Что важнее всего Правда Это я правильно Ответил Правда А почему так решать Что важнее Ну у нас разговор Завязался Что один говорит Что ради детей Он готов Хоть кого убить Там зарезать И так далее Если на них Нападут Ну в общем Как язычник Другой С ним спорит И у нас Завязался разговор Что Что важное Что главное Что на первое место Повторить А при чем тут жена И муж Я не пойму Как я не Ну это в общем Говорит Что Что Дороже детей Что важнее Что дороже всего Прям вопрос Это какие Сами по себе Вопросы Таких вопросов Не ставил Авраам Когда Господь сказал Принести в жертву Исаака Единственного В глубокой старости Дождался сына И он повел Его отдал Что для него важнее Ему важнее было Быть верным Богу И поверил Сверх Надежды Что Бог Силен воскресить Из мертвых Считай Библию Кто любит Отца или мать Больше чем меня Не достоин меня Это же все одно и то же Господь не сказал Решай ты Ребенок Какая разница Ты все равно Будешь возиться с ними Тебя уже Сатана опутал По этим вопросам Ты вопрос На одной стороне Стоит Господь На другой Все вместе Жена Дети Имущества Дипломы твои И что ты больше Изберешь Не оборачивайся назад Никакой воин Не связан С себя делами Житейскими Осеменятся А потом не знают Что делать Всю жизнь Работают на Безбожников У меня дети А дети все Неверующие Игнатий Иванович Вот В Библии Во второзаконии 13 глава Написано Что если восстанет Среди тебя Пророк Или сновидец И представит тебе Знамение Или чудо И сбудется То знамение Или чудо О котором он Говорил тебе И скажет Притом Пойдем Свет богов Иных Которых ты не знаешь И будем служить им То не слушай Слов Пророка сего Или сновидца сего Ибо через Сие Искушает вас Господь Бог ваш Чтобы узнать Любите ли вы Господа Бога вашего От всего сердца вашего И от всей души вашей Господу Богу вашему Последуйте И его бойтесь Заповеди его Соблюдайте И глаза его Слушайте И ему служите И к нему Прилепляйтесь Вопрос такой Это было сказано В те времена Древнему Израилю В те времена Как бы Было просто Понять Где Вже Бог Который не истинный Бог У других народов Боги не истинные У Израиля Истинный Бог То есть тут Определиться было Довольно просто А как вот В наше время Вот это вот Перенести Как в наше время Определить Очень просто Появляются Какие-то чудеса Чудотворения Вот это означает Давай вопреки Евангелии Будем делать Там Пойдем С земельки С могилки Брать Из под него Чуть еще Там все Придумали Вот это Есть иным Богам Единому Богу Единому Богу Иегове Поклоняйся Ему служи И они Знаменящие И все говорят А такая она была Она сказала Она узнала Его имя Это как раз Есть и знамение И человек В это поверил И теперь ему Ничего не докажут Там вот Вячеслав Крашенинников С каким-то там Пацаненком Возятся Вопроса Настоящего-то Нету У тебя вопрос Настоящий По Евангелию Вот это и есть Как раз Пойдем чужие С чужим Богом Служить А какие чужие Боги Да мало Разных какая Идол, кумир Жена, ребенок Может быть Сосед святой Они совершили чудо Сотворили Потому что За всеми святыми Что-то значится такое А дальше Что он говорил Уже не проверяли По Библии Ну было чудо Ну и что дальше Но он говорит Будем Если бы было чудо И сказал Теперь все Положи на алтарь Христа Служить для Бога Но ведь этого нет Вот это и есть Другие боги Оно Сегодня В полную мощность Работает Да у православных Это сплошь Рядом И с присыпкой сверху Иным богам Служат Они Христу Совершенно Бога не знают Вот На какую сторону встать Есть сторона Где ложь И где правда Отожди Принять Бог Это и правда Можно так? Ну да А как по-другому? У меня в другой раз Вопрос не понятен Ну вариантов Никаких больше нет Бог Он говорит Я есть мы истинно Ну и все Вопрос снятый То есть Когда Господь говорит Что Если кто приходит ко мне И не возненавидит Отца своего И матери И жены И детей И братьев И сестер А при том И самой жизни своей Тот не может быть Моим учеником Тут можно понимать И так Что Кто Не любит Правды 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 Тут Недостоин А при чем тут правда Когда речь идет о родителях О детях Зачем тут слово Правда Если ты им Отдаешь предпочтение Когда они стоят на пути Фефелак говорит Или я Или уходи из дома И жена точно та же И будешь ходить в церковь Я от тебя уйду При чем тут правда У нас одна жена Натравила детей на отца Потеряю Батюшка говорит Я говорю Только у меня Коснулось бы такое На дому-то Шесть ребятишек И она подала На разборство Развелась И они против отца Против отца Такие пакости говорят Там Как у нас отец говорил Говорит Убить не грех Но я к этому Не могу призывать Но батюшка говорит Я бы сказал Встал и спросил Я вам нужен? Не нужен Встал и пошел Все что есть Дома отца И пошел Новая жизнь началась У меня ничего нет С него элементы Не взыщет Он все Я ее оставил Она развелась Он пошел Другим путем На этот путь другой Он продолжает Их кормить Поить Я сказал ему только одно Ты не вози им Они рядом Ты в суд Она в суд подает Что требуется Суд присудил Так ты больше плати Заводи больше скотины Работай Пузо свое Растряси Пузо Как для подушки Привязанное Работай Но им не вози Потому что Отец Блудному сыну Корытом С виным По передачке Не возил Он еще не слышит И почти полностью Порвали уже связь Упрямость И такая глупость Прямо Даже не выскажешь Ну да Я отчасти тоже Такой же прошел Но это Мне кое-что знакомо Я Ну ну Говорите Игнастик Говорю У нас значит Был случай Такой Один человек Впал В грех И было принято решение И его выполнили Чтобы он съехал Из деревни Ну прошло время Время то ведь идет Я уж не знаю Там лет 8-10 прошло Ну и было такое Что тот человек Там приезжает еще к одному А тогда ему было запрещено Три года приезжать И на днях я слышу такое Что Тот человек Этот негодный Который творил пакоси всякие Смертные грехи делал Седьмой заповедь Нарушал свободные Вот И недавно он опять приехал К одному Там они Как даже родственники являются Ну и еще там они сидят И что хотят И вот один из наших Говорит Там звонит Я не знаю Батюшки Или что Надо собраться Вся деревня И пойти туда И чтобы он Выезжал отсюда Ну и что В уме Говорит С пятерека С какого Согласно конституции Он может передвигаться По любому месту Согласно веры Он выполнил все Ну выполнил что Ну ему было предложено съехать Он съехал Он не воевал Ну условия у нас так поставлены Что там сопротивляться Это бесполезно Вот Три года Он пакости тот Который выехал Творил-то Ну заочно А теперь время прошло И что его преследовать-то Он приезжает Зашел к тому в дом Нигде его не видно Он ничего не Будет нарушать Сделать какое-то замещание А тут уже Какая-то сила И мы вроде Давай его выгоним Я говорю Вы что С какого пятерека Его гнать-то Ну На каждый грех Ну он при Любодей Значит Семь лет Если жена там Двенадцать лет Это время уже прошло Выдержал он Не выдержал На матричок Он ушел там Баптистов У Баптистов Он тоже стал замещен Говорит Его дальше столкнули Ну и Какой он Я не знаю Теперь-то А чего ради гнать-то Вопрос я сразу ставлю Подбивает И сам по себе Вопрос Что он решил Звонить Что давай Мы сделаем так Чтобы его вроде выгнать Даже сумасшедшим Нельзя назвать Понимаешь как А это все Не на пустом месте Вот такие Выпады Решения Это Нет молитвы Утроба Сон Все задавило Жир кипит в горле От жира Выкатились глаза И бойся переедания Мне сейчас постоянно Вопросы задают Я утром завтракал Володя заснял А что вы питаетесь А что у вас там Мы все показали Ничего не скрываем У нас ролик стоит Переруби этот Шланг И все опадет Смотрел Это ваш разговор С Сергеем Болящим Да Меня конечно Это порадовало То что он предложил вам Да Сайт Работу с сайтом Форумом Да Это Хорошая Такое Ну в общем Радостная вещь Ну я считаю Что это от Господа Господь ответил Так он главное Что узнал Что нам нужна Ставка Где-то Примерно там Калуга В этом направлении И он уже начал Прорабатывать Лежит Руки-ноги Парализованные И он организовал Целую артель И люди получили Работу И дальше Все Ну а ты Какое доказательство Ты зайди на наш форум И там вопросы Ответы У меня на форуме Первая строчка Все время Выползает Мне задают вопросы Я отвечаю И кажется На 20 странице В конце Ну прям перед концом Показывает Как Где-то в Саудовской Аравии Расправляется С теми Кто читает Библию На правой руке Все пальцы Изрезают Пальцы Вот так режут Как колбасу 50 нарезов До кости делают Полностью Сухожилие Все перерезают Вот с этой стороны Ужасный Там Уверовал один Мусульманин И как у него Распялен Распятый висит Прибитый Ну это Пока рано Это их священная книга Мы их не можем Осуждать Им так повелено Нам повелено Страдать Умирать Раз они в это поверили Это его избрание Мы ни к чему Не можем призывать Мы говорим Как оно есть И не надо там Пятиться Они бы были не такими Если бы они не были Мусульманами А вы как считаете Можно жить мирно Можно если где-то Маленько ослабить Ну Не буквально понимать Понимать Если духовно Может А кто скопил себя Оригин взял нож И отрезал себе Ятро Яйца И все на этом И его выгнали Тогда И с присвитером сняли Так и здесь Как понимать-то это надо Вот по поводу гонений За то, что читает Евангелие Я книгу взял Николая Костомарова У меня книга Ну Вот И тут на столкну Такую вещь Это О Башкине И его Это какой? Историк? Какого ты берешь? Да Историк Николая Костомаров До революции Ну Ну Вот это Матфей Семенович Башкин И его соучастники Это во времена Митроволита Макария Иоанна Грозного Первого половины Тогда еще Сильвестр И Адашин Ну 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 Священнику Объявил себя Православным христианином Верующим в Святую Троицу И поклоняющимся иконам И стал задавлять вопросы Которые показали священнику Недоуменными Симеонность священника поразила То, что Башкин сам же начал Разрешать перед ним Вопросы Которых не мог разрешить священник В заключении Матфея Напомнил ему Высокую обязанность Духовного сана В таких словах Великое дело ваше Сказано в Писании Ничтоже себя любви больше Ежеположите душу свою За други своя Вы за нас души твои полагаете И печетесь о душах наших И за нас будете отвечать В день судный После этой исповеди Башкин приехал На дом к священнику Привез беседы евангельские И говорил Ради Бога Пользуй меня душевно Надо бы начитать Написанное Написанное в евангельских беседах Ну, на одно слово Не надеяться А совершать его делом Ну, в общем, этот Башкин Показался очень подозрительным Этому священнику Он доложил Это боярский сын То есть, высокопоставленный чиновник Там был по-поте дела И Что-то он говорит Не то, невразумительное Почему он это говорит Царь приехал И он грозный Взял от его А он читал апостола У Башкина Вытребовал апостола Помеченный Восковыми пятнами Сам Башкин Уверенный в правотесовом Истолковании Подал его Симеону Царь Рассматривал книгу Но, как видно На пометках Башкина Не было Еще явных улик Духовные узнали Об этом И требовали Преследования Башкина И его друзей Говорили Что все это Выходит из Белозерских монастырей Нилсорских Которые Сделали Днездом Всякого Иритического Башкина Взяли под стражу В общем Судили Осудили В общем До того довели его Что он себя Оговорил Всех остальных Его друзей Сослали По монастырям Но суть в том Что этот человек Начал читать Слово Божие И стал говорить Ничего плохого Не говорил Он говорит Учите нас Священники И давайте жить По Евангелию И привел Свой пример Как он живет Он говорит Написано Закон Вот Башкин сказал Написано Весь закон Заключается в словах Возлюби искренне Голосови его Как самого себя Если вы Себя грызете И терзаете То смотрите Чтобы вы Не съели Друг друга И вот дальше Он говорит Вот мы Христовых рабов Держим у себя Рабами А Христов Всех называют Братьями А у нас На иных Кабалы Нарядные Фальшивые На иных Полные А другие Беглых держат Благодарю Бога моего У меня были Кабалы полные Да я их всех И задрал Держу людей У себя добровольно Кому хорошо У меня Пусть живет Они нравятся Пусть идет Куда хочет И вам Астам Надо бы посещать Нас Мирян Почаще Да научать Нас Как самим Жить И как людей У себя держать Чтобы их Не томить Ну в общем Симеон Это все Показалось ему Очень подозрительным И в общем Этого человека Осудили Очень похоже Что происходит Что вы делаете Вы смотрите Наши Наши По сути дела Единомышленники Получается Да Это удивительно Меня удивило Я хотел с вами Поделиться этим Я давно Это знаю Говорил об этом У меня стихотворение Есть написано Как бы они Меня Жарили Как бы они Меня жгли Вот так Ну в общем Игнать Тихонович Получается Что Руки Опускать нельзя Надо Дело сделать Да Ты давай Говори А я сейчас Я Поищу Тут Что хотел Найти Говори Пока Ну говорите Я хотел о правде Поговорить У вас с вами Ну давай Что правда То есть Понимание Правды И лыжи Чтобы оно Как бы сказать Находится На таком Как бы просто слова Для Для людей Современных Они не понимают Что Если Ты исполняешь Правду То ты Жить будешь А если Будешь исполнять Ложь То умрешь Вот Ну Получается Это вот И Как вот Людям Не знаю Я не знаю Рассказать Это как Объяснить Что Нужно Ни в чем Не поступаться Правдой Ну да То есть Даже какой-то мелочи Не отступать Да Я Договорю об этом Вот А С отступниками Господь Это Исход 23 Глава 2 Тих То есть Даже Там Надо Находиться Там Даже Где Один Или Меньшество Абсолютно Людей Но там Где Правда Находится Вот Вот Я нашел Стихотворение Которое Я писал Вот Послушай Тебя слышно? Да Хорошо слышно Ну Я тебя тут Пока не вижу Закрыл Листом При Иване Бой Грозном Схватили Меня При Петре Бой Едва Ль Пощадили Распалили Костер Не жалея Огня Много Было Бо Углей Для Кодила Ни За Что За Пропой И Обличение Заломили Бы Руки Скрутили Веревкой И Начали Пытать На Жаров Не Калечить Оглашал Бы Подвал Диким Веревом Я Сказал Бы Царям И Возможно Не Зря Благовестия Не Слышно По Храмам Службы Тянутся Долго Мертвящий Обряд Жрут За Эту Трагедию Ждут За Эту Трагедию Драмы Им Царишкам Пока что Два столетия День Тот Не Рядом Далек Можно Тысячи Раз Подобреть Расскажу Про Гулаг Раскулаченных Стон И Про Кровь Про Подвал Лубянки Все За То Что Отвергли Господень Закон Это Видно Сегодня Ребенку Наглядно Если Тронете Только Хоть Пальцем Меня Будут Внуки В Ипатерском Доме Избиты Им Придется В подвале На Деда Пенять К стенке Вытащит Верную Свиту Отступитесь Старишки Не поздно Пока Принеси Покаяние В том Что Сокрыли Слово Божие Проповедь Так Далека Небрежением Глубоко Зарыли Благовестию Божией Шлюзы Откройте Слишком Поздно Но Все же Печатать Начните И Ни Слово От вас Чтоб Не Слышал Я Против И Библии Чтоб Столько Как В дюне Песчинок Цари Разъярились И точно Сказнили А я Виртуальный Нарочно Их Дразнил Святая Леруси Столько В ней Гнили Без Божья Содомского Прочей Заразы 17 Декабря 6 Года Игнаст 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 Она Сразу Говорит Это Игнаст 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 Ты Что Это Стихотворение Читал Нет Не Стихотворение Я говорю Вот этот Отрывок Из Костомарова Я и прочитал Ну правильно Сказал Точно Говорит Это Игнаст Игнаст Ну конечно А знаете От кого я получил Эту книгу От нашего Отца Сергия О Где у него Где у него была Он Где-то В общем Была Она У него много Книг Всяких Дореволюционных Там Букинист Был один Он у него Это Брал Книги Они Бодишевки Он ему Религиозные Продавал И такие Исторические Он мне Рекомендовал Сказал Хорошая книга Почитай А сам-то Видно Не читал Потому что Картинки Ему понравились Иконы Писать Тут Такое дело Было Это было Где-то В 64 Году Я жил В городе Пенза И мне Дал Книгу Одну Это был Такой Миссионерский Православный Журнал Ревенитель И она Была Подшивка Прям В одном Томе 1400 Страниц И формат Большой Как журнал Огонек И дал Мне его Пресвитер Пресвитер Там был Такой Фетр Михайлович Он Мне Так Как ты говоришь Похоже Что он Не считал Толком Если бы Он Знал Последствия Он бы Мне Не дал Такой Для меня Такая Находка Я ее Законспектировал Но сейчас Я не знаю Пять или семь раз Уменьшая В объеме И наконец Вот эти Переписал В несколько Эземпляров И в Москве В других городах Где были Знакомые Родственники Я спрятал Я понял Что меня посадят И когда я вернусь Мне надо достать Хотя бы один Эземпляр Там были Только так Как беседовать С сектантами Вот во второй том Открытым оком Это все вошло Какой сик За каким Какой порядок Беседы Какие вопросы Задавать Там Кунцевич Лазарь Моисеевич Кунцевич Кажется Звать его Фамилия была А этот Пресвитер Ульянкин В Пензе Был Хороший Такой Мужчина Сухонький Нормальный И он мне Эту книгу Отдал Он видимо Даже не понял Что за книга И когда я вернул Он не понял 1400 страниц Законспектировать Всю на столько раз Это вообще невероятно Не каждую страницу Я конспектировал Как с ними Беседовать Там я стал Миссионером От этой книги Он меня сделал То что я обратился В православие Такое нахожусь Это сделали Пятидесятники У которых я обратился Они были соединены С баптистами А что я Стал на путь Миссионерства Именно он И я это оружие Испытал Вот все Что я считал Вот как беседовать Допустим Они задают стих Не с края А со середины И как я должен Теперь беседовать И захватить перед Прямо сверху Снизу По диагонали Вот я сразу Начал это Разбирать Ну как-то Пришлось беседовать О втором пришествии Христа С баптистами Большое собрание Было В Новосибирске Они там не знаю Мест пять перевели Или нет Но они буквально Сражены были Я им на память Процитировал Они записали Семьдесят два Места Библии Семьдесят два Пакета Там не по одному Стиху Иногда бывает Стихов пять Мне Бог дал Память И я их просто Цитировал И с тех пор В этой теме Я беседовал Пятьдесят один год Никогда Нигде Не было даже Остановки сомнения Заканчивается одинаково Полным поражением И из них Некоторые просто Обозлятся А другие принимали Православие Это был у меня Коронный вопрос В дальнейшем Да Это удивительно Что даже Тех Казалось бы Недоброжелатели И то помогает Ну как Недоброжелатели Не знаю Что они помогают Каким образом Ну да Так Мы будем готовиться Сейчас к отъезду Ты тоже Приложил усилия Ну где-то в мае Что может Какими средствами Нам помочь Ну там Нет Значит мы Иска Ищем сейчас Ставка Где должна быть Чтобы Николай Не болел Вторая Ну Господь Как-то все делает К этому времени Может быть У нас все это Разрешится Я в кое-каку Уже даю знать Но у нас-то Ничего нет Это понятная техника Ну Время уже Подходит Девяти часов Наверное Уже Вам И нам Ну да Пора заканчивать Все давай Заканчивай Отключайся С Богом С Богом Нинишим поклон Давай С Богом Аллилуйя Молодец Миша Какой он молодец Один там Борется И вот Обратился Через мои Катушки Пленки Тогда были Попали ему Много Я не знал Они где-то работают Сейчас Пленки Еще старого Сергей-то Вот этот Тоже Еще с 90-х годов Говорит Ими Болящий Посмотрю Сейчас Может кто К нам Пришел Вот так Буду Молиться Искать Бог Дает нам Слишком Много